Правило «клиент всегда прав» в страховых компаниях не работает. Как, видимо, и закон о защите прав потребителей. На такой ноте завершился разговор клиента страховой компании с ее руководителем. Я вынуждена позвонить сейчас в службу безопасности. Звоните. Ну, почему я должна выключить? Вы мне должны сейчас сказать причину отказа. Покиньте офис, разговор закончен. Почему разговор закончен-то? По мне отказом. Я пришла вам объяснить в дальнейшие шаги. А какие шаги-то? Офис покиньте, я звоню службу. Звоните. Началось все с того, что Светлана приобрела автобус. Заключив договор купли-продажи, уже на следующий день обратилась в страховую, чтобы оформить ОСАГО. Они проверили у нас документы, обозначили сумму. Сказали, что страховой полис будет стоить, по-моему, 8 тысяч 87 рублей. И записали нас на получение полиса через неделю на 18 ноября на 11.30. Вот сегодня мы пришли со всеми документами. На этот раз Светлану встретили менее радушно. Обозначили совсем другую стоимость страхования, более 12 тысяч рублей. И потребовали, помимо предоставленных клиенткой документов, ПТС договора купли-продажи и свидетельства о техосмотре, еще и лицензию на осуществление пассажирских перевозок и свидетельства частного предпринимателя. Сейчас я только что общалась с дирекцией по поводу этих документов. Ситуация такова. Если собственником является физическое лицо, но понятно, что цель использования не может быть лично. А кому понятно? В заявлении вы должны будете указать. Начальница отдела не зря боится видеосъемки. Ее требования – нонсенс. Во-первых, клиент не обязан ставить страховую в известность о дальнейшем использовании транспортного средства. Во-вторых, лицензия перевозчику выдается лишь после страхования и постановки автобуса на учет в ГАИ. Мы купили транспортное средство, мы его должны в 10-дневный срок поставить на учет в ГИБДД. Но без страхового полиса мы не можем это сделать. А уж как мы его в дальнейшем будем использовать, это транспортное средство, мы подумаем. Конфликт на этом не закончился. Разбираться с настойчивыми клиентами страховики поручили органам правопорядка. Здравствуйте. Вам звонят по адресу 8 марта 11 руководитель агентства Октябрьская Росгустрах. У нас сейчас клиенты, которые противоправные действия осуществляют и перемещают работать. А вы им назовите противоправные действия вслух? Приехать. Снимают на видеокамеру и отказываются окинуть помещение. Прибывший на место наряд ППС никаких нарушений общественного порядка в действиях клиентов не выявил. Позже прибыла и группа поддержки Светланы, представителей межрегионального транспортного профсоюза и СМИ. Только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Страхователи согласились осмотреть транспортные средства. На самом деле страховая компания была абсолютно не права. Она не имела права спрашивать ни лицензию, ни свидетельство юрлица, поскольку автобус планировал страховать как частное, то есть просто как частное транспортное средство, не задействованное в коммерческих перевозках. Поэтому, конечно, эти требования страховой компании, они были излишними. И на самом деле все требования, которые сегодня заявила страховая компания, ну, видимо, они решили пойти таким образом на принцип, просто немножко так отомстить, наверное, этой девушке за настойчивость. И поэтому они настояли на всех своих правах, какие только могли. Вот он, тот самый злополучный автобус, купленный Светланой, стоивший из стольких нервных клеток. Не новый, но успешно прошедший техосмотр. Осматривать его начальница отдела выехала лично. И помимо положенного ВИН-номера пожелала убедиться в наличии в транспортном средстве, внимание, огнетушителей. Страховая компания проверяет огнетушители. Огнетушители. Аптечки покажи. На это права никакого у сотрудников страховой компании не было. То есть они могли только осмотреть автобус и то по взаимной договоренности только. Никак иначе. Это история об ОСАГО со счастливым концом. Под прицелом видеокамеры Светлане все же оформили вожделенное свидетельство. Причем стоимость его оказалась в три раза меньше, указанного в начале. Но во многих случаях, особенно у перевозчиков, со страховыми возникают проблемы. Причем явление-то повсеместное по всей России. Страховые компании заявляют, что это убыточный бизнес, особенно в страховании такси. Хотя, с чего сделан такой вывод, мы понять не можем, потому что никакой статистики по авариям именно машин такси нигде никогда никем не велась и не ведется. Они мотивируют повышающий коэффициент для такси тем, что машина находится в круглосуточной работе. Соответственно, риск попадания автомобиля в аварию более высок. На вопрос, чем отличается машина такси или раздвозной грузовичок компании Кока-Кола, который точно так же круглосуточно мотается, ответа они не дают. Но на такси есть повышающий коэффициент, на грузовичок нет. Возможно, проблема в пассивности антимонопольной службы. На наше обращение по этому вопросу в Уфас сослались на закон, по которому рассмотрение жалобы длится от одного до трех месяцев. То, что в течение этого времени перевозчики и никак не связанные с этой сферой автовладельцы переплатят, а то и вовсе будут лишены законного права застраховать свой транспорт, антимонопольщиков не волнует. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова